Спасибо. Мне казалось почти невозможно, здесь времени прикасываться тематики софиологии, здесь Киев, значит, в городе, который имел особенным образом Кассиан именем Софии, которая могла гости Бога. Я не хочу удляться в какие-то конкретные софиологические учения о всех этих великих софиологах. Хотел только дать такой свободный набросок на фоне софиологии, набросок, как сказать, софиологического аспекта праздника или даже как бы софийности праздника. В основном, можно сказать, тексте всякой софиологии в книге Придж Соломоновых, мы читаем о премудрости Бога, может быть, это не такая совсем церковная цитата. «Тогда я был при Нем художницей», говорит Примудрость, в мой взгляд, при Нем, при Господе. «Тогда я был при Нем художницей, была радостью всякий день. Весел я с предыдущицем Его во все время, весел я с наземным кругом Его, и радость моя была с сыном человеческим». Мы видим, что премудрость Божья является как радостная премудрость, как это одесетворение мудрости, премудрости Божьей. В некоторых переводах она даже играет перед лицом Его, не только веселись, но играет перед лицом Его. Можно сказать, что божественная премудрость празднует. Это как праздность премудрости перед лицом Господа. Один из русских митрицев и религиозных, Евгений Николаевич Трулицкой, писал о связи с этой радостью и с этим именем как художнице, что это есть какое-то отражение этой художественной радости художника, Всевышнего художника, Господа Бога, Его радость, когда Он видит свое творение, которое Ним творится, и когда Он видит, что Он творит все доброе, все прекрасное, так что божественная премудрость, этот Его замысел наполнен радостью, потому что все, что Бог является добрым народным. Если мы видим все это, что премудрость Божия, которая является также и по словам этих книг Ветхого Завета, каким-то отражением славы Божьей, что мы узнаем премудрость Божию, узнавая эту премудрость, когда мы смотрим на творение, мы узнаем также, как это отражение славы Божьей, которое наполняет небо и землю. Если так, то это участие человека в этой премудрости, как это причастие к мудрости, оно тоже является в нашем праздновании. Я хотел подчеркнуть такие, мне кажется, черты софийные праздника, потому что кажется, что наше празднование, христианское празднование или людио-христианское празднование, празднование людей, которые принимают божественные откровения, это празднование является каким-то восхищением славы Божьей. Оно рождается, наше празднование, наше празднование из основного восхищения Богом, его славой, его делами. Это немножко похоже на источник философствования, о котором говорят христианские философы. Если философия рождается из удивления, из этого удивления, которое очень близко к восхищению, потому что человек удивляется, но зачем такие удивительные вещи вокруг меня, зачем такие удивительные, странные жизни. Так можно сказать, что есть этой радости, радости о Господе, которая рождается, созерцание его тел, есть в ней уже это начало мудрости. Но одновременно мы знаем, что читаем также в Священном Писании, и в этой книге притчи, и в псалмах, что начало мудрости является также страхом Бога. Страх Божий в библейском смысле, значит, не просто какая-то тревога, что он воин за Бога по-земному, но эта тревога также очень близко к какому-то глубочайшему восхищению. Такое восхищение, которое порождает какой-то трепет сердца. Это сердце дрожит передницом этой божественной славы. И этот Божий страх обозначает тоже такое глубочайшее уважение Господа как Господа. Просто так, как читаем в первой заповеднике из Дихолога, что самое главное, что есть един Господь, никого другого такого. Значит, наша глубочайшая религиозная мудрость, наше участие в божественной премудрости в том аспекте, она обозначает также признание, что Бог абсолютно первый. И кажется, что таким является также и смысл наших праздников. Этот аспект еще еврейского празднования в субботу, как день окончания, условного окончания, потому что Господь окончил, но и действует все время в мире. Его сила действует в мире. Иисус скажет, что Отец Мой действует, и Я действую. Но есть в каком-то смысле уже наше празднование этого конца божественных дел, благословенного конца, радостного конца. И в том, что было очень важно для еврейского народа, для этой ветхозаветной церкви, что они даже приехали к Христа, что Он что-то делает в субботу, это был покой субботы, это бездействие. Может быть, это было не совсем верно, что так понималось, как бездействие, как какая-то неподвижность. Но этим был, по крайней мере, такой смысл, что наше прекращение работы в праздничный день обозначает, что также и то, что мы прекращаем также наше отчуждение работой, что мы перестаем думать о себе как о кем-то, от кого зависит все, что мы прекращаем наши заботы, что мы просто видим, что самым главным и, в конце концов, единственным источником всего действия является Бог, что мы находим в нашей перспективе, мы находим, кто есть самым первым. нам для этого нужно прекратить нашу деятельность, чтобы узнать, что не все возможно нашими силами. Я помню одно излечение, один жест, который для меня является такой иллюстрацией этой идеи. один доминиканец английский, отец Саймон Хагуэлл в одной из своих книг о молитве напоминает латынский перевод одного из версетов с книги Псалмов, нет, с Исаии, где Бог говорит людям, уже прекратите все это и узнайте, что я Гос Господь. Там на латинском это прекратите все это, это вакате. То же самое слово, которое является корнем, например, в польском слово «вокация», значит, в вакате по-польски это каникулы. Значит, сделайте себе, люди, сделайте себе каникулы от бытия Богом на себе, от бытия Господом в своей жизни. Узнайте, что есть един Господь, что Бог является истинным государом в нашей жизни. Надо как-то прекратить свою деятельность, чтобы узнать, что действует, что все время действует кто-то другой, и что это действие важнее. Другой пример, это уже не излечение, а жест, в воспоминаниях такого очень крупного, малого брата Иисуса, Carlo Carletto, итальянского, скажем, не монаха, потому что мы говорим «братия Иисуса», это община, но не совсем монашеская, у них живут среди людей. В воспоминаниях этого брата был такой рассказ, когда он начинал свой путь в общине «Мои братья Иисуса», и он был на пустыне, на пустыне в Африке, где он молился перед пресвятыми дарами, был одинок в пещере, и он вспоминал свою прежнюю жизнь, когда он был очень таким активным крестьянским деятелем, и что для него было очень важно, что он является членом церкви, деятельным членом церкви, что от него, от его действия очень много зависит, что надо спасать мир, что надо провозглашать Евангелие. И когда он так сидел, в абсолютной тишине, там в пустыне, перед самым Богом, он вдруг понял, что все это делает Бог, что от него ничто не зависит. И он пишет, что его напомнила такая радость, что он выбежал из этой пещеры, бегал по пустыне ночью, бросался в песок и кричал «Боже, я тебя люблю!» С самой этой радостью, что есть кто-то, у кого в руке все, и что это не я буду обращать в Китай, Господь будет обращать в Китай. Да, конечно, мы должны делать свое дело, но это очень такое умное, мудрое, знать, что не все зависит от нас, что все зависит от кого-то другого. Как говорил святый Игнатий Лойола, нам надо работать, чтобы все зависело от нас, нам надо все время помнить, чтобы все зависит от Бога, чтобы не думать, что он не Бог. Так, можно так сказать, что празднование, этот отдых праздника является каким-то явлением, является также каким-то нашим признанием, что Господь есть Господь, что Он является единственным Богом. Но, с другой стороны, я так думал, что хорошо было бы, чтобы это размышление было как-то связано также с тем, как праздновать по-христиански просто, и мы видим, что в наше время у нас есть какое-то искушение, чтобы понимать наше празднование просто как недействие. К сожалению, даже по-польски воскресенье называется, воскресенье как день, называется неджела. Это происходит как неджавать, не действовать. Но, к сожалению, сегодня очень многим, даже христианам кажется, что празднование – это просто бездействие, что хватит лежать весь день и, например, глядеть в телевизор, и что это уже празднование. Да, конечно, для христианина самый центр празднования – это евхалистия, это еженедельный праздников праздник, потому что воскресенье является еженедельной Пасхой. Но мне кажется, что надо также вспомнить, что эта празднование празднования является нам очень деятельной, она не лежит, она играет, она танцует, и этот праздник празднования как-то связан с этим божественным творением. Я уже напомню, что Бог отдыхает, но Бог одновременно действует. Его отдых обозначает, об этом мне перед приездом в Киев, напомнила моя жена, что надо об этом помнить, что этот божественный отдых в субботу не обозначает, что Бог ничего не делает, но обозначает, что Бог уже сделал свое дело как бы вне себя, и он возвращается к этой жизни божественной, к этой трогичной жизни, которая также не есть неподвижность. Значит, она есть, как бы сказать, динамичная неподвижность Божества, потому что Бог есть любовь, а любовь всегда обозначает, ну просто жизнь, жизнь динамична. Знаете, что в богословии, в теологии говорится о перихорезе, о прихорезе, об этом быть отца в сыне, сына отцу духовных. Но перихорезе можно переводить так же, как танец вокруг, один вокруг другого. Пресвятая Троица является как какое-то взаимное восхищение, взаимный дар и принятие. Там есть какое-то святое движение. Мне кажется, что это очень важно, когда я был местный в Киеве во время моих докладов, лекций, одна из студентов мне сказала, что она очень не любит, когда говорит о вечном покое, потому что она не хочет никакого такого неподвижного покоя через всю вечность, потому что ей хочется, чтобы что-то происходило. И я вспомнил, что у меня были такие мысли, когда я окончал лицей. И для меня так же это извинчение звучало очень плохо. Но как? Человек хочет быть активным. А мы ожидаем боя? Вечный отдых, спать всю вечность, или спать в какой-то божественной зале литургическом. Нет, мне кажется, что нам надо мыслить об этом праздновании Бога, внутреннем праздновании Бога в Киеве проявляется как бы это таинственное лицо, не лицо премудрости. Я уже сказал, что не хочу угубляться во всей концепции идеи Софии, так более апофатически скажу, что это плодотворный символ. Символ не только просто замысла Бога, но и Его славы. Знаем, что под именем мудрости может скрываться и Иисус, и Бога Матерь, и Святой Дух, и Церковь. Это очень многоаспектный символ. Если Бог в своей премудрости является таким радостным творцем, который делает все и празднует, что празднует это в этом действии, так и наши праздники должны быть такими праздниками, которые не обозначают только того, что я был в церкви, слушал Бога служения, а потом буду лежать весь день и ничего не делать. Нам надо искать какого-то деятельного празднования, а с другой стороны это связано, эта идея может связываться с тем, что тоже говорят святые отцы, что наши празднования должны иметь какое-то продолжение просто в нашей повседневной жизни. Мне очень нравилось то, что мы слушали прежде о этой неповседневности, которой оно как-то проливается в повседневность нашу. Значит, то, что для христианина это предел между повседневным и неповседневным, но не совсем существует, потому что если я живу внутренним образом, если я живу воскресением Христа и моим воскресением, значит, моим крещением, помню, как один раз один из моих православных друзей мне сказал, чтобы я никогда не говорил, что я был крещен. Потому что крещение это не что-то из прошлого опыта, но крещение всегда актуально. Я крещен, я теперь крещен, крещение баптизма по-гречески, это обозначает, что я углубился во креста, его духа, что я живу в Христе, в его духе. Если я так живу, значит, просто так как говорили святые отцы, моя жизнь и повседневно является праздником, потому что я переживаю внутренний праздник, так как говорит нам послание к евреям, что мы уже вошли или входили в этот божественный отдых, этот отдых троицы. И, может быть, это может быть для нас такая важная мысль в наше время, когда в нашем обществе бывает, что мы еще способны защитить христианский праздник, христианское празднование. Но вот такой набросок идей софиологии. Развита не в смысле каких-то трудных учений софиологических, но просто такого размышления, как является мужественная премудрость, и наше участие в этой премудрости и в нашем праздновании. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ